Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на библейском портале Экзегет. С вами священник Стахи Колотвин. И по традиции мы с вами разберем один-единственный стих. Один-единственный стих из евангельского повествования, из не притча, а из ситуации, которую Господь пережил на земле и дал нам некоторые поучения, которые апостолы зафиксировали. Знаменитое место, где последовало обличение иудеев, фарисеев, книжников, которое вот тоже прочитывается на одном дыхании, как-то больше к выводам сразу идешь, и уже не очень запоминаешь, чего-то оно и стартовало. Давайте посмотрим, прочтем 14 главу, 2 стих. «И вот предстал пред него человек, страждущий водяную болезнью». Все, на этом стих закончился. Ну и дальше вот «Обычный разум бежит» у меня тоже бежал. Тоже вот «А что же там дальше-то?» И как Господь говорит, а можно ли его в субботу исцелять? Фарисеи говорят, ну там не нашли с чего сказать, Господь их обличает, вспоминает, как они о своих животных в субботу заботятся, а о человеке не заботятся. Разные есть ситуации. И Господь постоянно исцелял в субботу и постоянно обличал фарисеев. Но почему? Вот то там была сагбенная женщина, то другие какие-то ситуации. А вот здесь человек в водной болезни. Но как и сагбенной женщине, мы понимаем, что есть символический смысл, так и здесь, вот буквально совсем недавно, я понял, что вот то, что человек страждет водную болезнью, это не случайный пример, почему вот к Господу приводили каждый день по тысячи и тысячи человек, которых он исцелял, которых он вразумлял, наставлял, почему здесь человек в водной болезнью нам представлен. А тут все-таки мы помним, что вода – это источник жизни. Вспоминаем книгу Бытия, Творения, и Дух Божий носился над водою. Да, вот тоже, как Дух Божий носился, и вот вода, как первоисточник жизни, что, в принципе, хорошо совпадает с какой-то современной теоретической картиной, там, возникновения мира, возникновения жизни на земле и так далее. Более того, мы смотрим на всю нашу жизнь, биологическое разнообразие на земле, и для всей этой жизни нужна вода, да, и для животных, и для растений. Без воды ничего не прожить. Мы смотрим, что же ищут в космосе, когда думают, ой, есть ли жизнь на планете, на каком-то спутнике, на астероиде, и говорят, ой, там может быть вода, а раз есть вода, значит, есть надежда для жизни. Но более того, вот поскольку мы все-таки не только о телесном говорим, но и о духовном, то и в духовном плане Господь постоянно использует воду как символ жизни, как символ спасения, потому что мы вспоминаем, как происходит рождение свыше, о котором Господь в Евангелии от Иоанна говорит, как мы рождаемся для жизни вечной, где наше это второе рождение. Конечно, купель крещения. Вот она, вода жизни, вода жизни, которая ведет нас в жизнь вечную. Вспоминаем, как Господь беседует с самарянкой. С самарянкой и тоже, кстати, даже старт этой беседы показывает, что ладно, это в наших северных краях, где снега, где реки, ручьи, но как-то от жажды сложно умереть. А вот в жарких землях Палестины, в жару летнюю, когда солнце просто печет неумолимо, то уже без глотка колодесной воды, конечно, не выжить просто. Не просто тебе будет некомфортно, ты просто умрешь. Умрешь, это безболжение. И вот Господь приходит и просит о самарянке, а в ответ ей говорит, что он готов ей дать воду жизни. Воду жизни, которую, вкусив, никто не вожаждется вовек. Вот это вода жизни, которая по толкованию святых отцов, и есть кровь Христовая. Помните, что вот в Евангелии от Иоанна не говорится о тайной вечере, но зато есть такие замечательные слова о хлебе жизни, сошедшем с небес, и о воде жизни. И вот эта вода жизни, которая в самом первом чуде Христа притворяется в вино, точно так же и вода жизни, кровь Христова, которая каждого верующего насыщает и дает ему духовные силы, чтобы возрастать в добродетели и приближаться к Богу. А теперь посмотрим на человека. Человек чем болеет? Человек болеет водянкой, как бы мы сейчас сказали. То есть человека жидкости в организме очень много. Вот когда верблюд, у него есть горб, он запасается там в том числе и жиры, насыщенные водой, он может перейти через пустыню, не имея необходимости обязательно каждый день пить воду, потому что у него есть некоторый внутренний запас. Вот тут вроде тоже человек. И можно было бы ему позавидовать, о, человек, столько воды в организме, он же может там не пить. Вот у нас в горле пересохло, и все. А тут у человека такой запас, и обезвоживание не грозит ему. Так нет. Это вода, которая человека, наоборот, убивает. Вода человека, которая ему несет мучения. Это очень тяжелое испытание. Это испытание, которое в том числе Господь попускал и людям святой жизни, подвижникам. Вспоминаем, например, святителя Иоанна Максимовича, тоже от водянки страдал. Многие святые, тоже подвижники на старости лет от этой болезни преподобный Гавриил Самтаврийский, святой подвижник совсем недавнего времени, тоже страдал от этой болезни. И вот это страдание как раз к Богу приближает. Но в данном случае мы видим, что этот человек тоже благодаря вот этой воде к Богу и приближался. Он находится в субботу, нигде-то там не стонет на одре, а нет, он идет в храм, он идет молиться. И тоже наверняка на него фарисеи смотрят и думают, «О, это человек грешный». Но для нас сейчас важно другое. Важно то, что этот человек наполнен водой. Но это вода не жизни, а вода смерти. В принципе, всегда, когда Господь описывает через евангелистов то или иное свое исцеление и делает сакцент на том, что человек глухой или человек немой, или то, что человек слепой, или человек парализованный, это тоже оттеняет, потому что душа неимоверно сложна, нам и сложно понять. И вот через телесную аналогию мы понимаем, что с душой происходит. Это точно так же наша душа, она может насытиться водою, увы, водою мертвой. Водой, которая не к жизни ведет, а которая ведет к смерти. И вот точно так же это мы начинаем, если с конца начинать, вот от этого высочайшего соединения воды с жизнью, кровью Христовой, вот реки, которые текут в жизнь вечную, это причастие в осуждение. Да, мы видим причастие в осуждение, которое делает из апостола Иуды, который бесами повелевал, наоборот, игрушку страстей, убивает его душу. Мы видим, как тоже мы вроде призываем и принимаем кровь Христову на божественную Евхаристию, на совсем другое. Это те люди, которые распинали Бога, которые распинали, его кровь проливали, но никак это их не спасало, хотя вот вроде кровь брызгала там из ребра пронзенного копьем. Что мы точно так же видим и понимаем, что человек, если он, например, берет и в жару охотно кубок берет, и как многих правителей древности отравляли таким образом, выпил какой-то напиток и все, умер. Ты пьешь, и тебе это нравится. Или человек идет, и в каком-то незнакомом месте его кто-то угощает каким-то там напитком, случайные попутчики, и потом раз засыпает, клофелин, и потом голова болит, самочувствия много, дни очень плохое, карманы обчищены. Хорошо, что если выжил, а если бы оставили зимой валяться, так и просто бы замерз. Да, то есть вот этот яд, яд, который проникает. Яд недаром он ассоциируется со змеей. Да, вот змея заползает и пьет из ручья, и тоже уже вода становится ядовитой, потому что частички этого яда текут, и человек берет их, принимает, и тоже может отравиться незаметно. Вот точно так же и лукавый, он может нас отравить. Мы будем, нам будет казаться, что мы берем и водой жизни себя наполняем, что наша душа, она насыщена, что я живу богатой. Люди говорят, вот я живу богатой духовной жизнью. А что они имеют в виду? Не духовной, а душевной. Это значит, что хорошо не только сериальщики смотрят, но и книжки читают, не только в кино, но и в театр ходят, на выставки, на концерты, концерты классической музыки. И кажется, вот она, духовная жизнь. Так нет, это все, конечно, хорошо, красиво, и даже очень-очень много, а толку от этого может не быть, если это тебя переполнит, и наоборот, ты эту воду не можешь использовать для спасения, потому что в чем и смысл водянки? В организме много жидкости, но эта жидкость используется не на его пользу, а наоборот накапывается, она излишне, и человеку только вредит. Это как ты взял, набрал воду в источнике каком-нибудь, горном, чистом, светлом, в пластиковую бутылку завинтил, привез, она у тебя простояла полгода, и ты думаешь, ой, у меня всегда есть родняковая вода с собой. Через полгода открываешь, а водичка уже потухла, начала бы плесневеть, водоросли какие-то пошли. Да, уже вот эти естественные процессы. Точно и так же, если ты свою душу чем-то там наполняешь, но это не ведет тебя к Христу, не ведет тебя к Богу, то это тебе только вредит. И для нас, конечно, вспоминая, что дальше произошло, что Господь исцеляет этого человека, нужно понимать, если мы видим, что вот мы прилагаем какие-то усилия, что вроде мы стараемся жить как-то более справедливо, и все-таки заботиться на собственном развитием, в том числе духовном развитием, самое главное нам приходить к Богу. Человек этот ходил в храм, много лет ходил, смеялись над ним, издевались над ним, говорили, грешный человек, а он все равно дождался, его Христос исцелил. Точно и так же и мы. Наша душа, вот уже даже то, что мы имеем возможность взять в интернете, открыть и посмотреть ролик с библейским толкованием, это же тоже уже вот эта вода, которая нас может к Богу приблизиться. Но если это мы не будем использоваться, если будет это в отрыве, общение с Богом в молитве, в таинствах церкви, то все это будет тщетно, это будет накапливаться в нас знание. Хоть весь YouTube пересмотри, а никакой пользы не принесет. Если мы придем к Богу и даже не будем слышать отклик, даже если нам будет тяжело, но мы не сдадимся и будем ждать, ждать, когда Господь нас пощадит, он обязательно появится и нас исцелит, и уже вода, которая внутри нашей души, будет не водой смерти, а водой жизни. Субтитры сделал DimaTorzok